Первая программа по развитию отрасли беспилотных летательных аппаратов разработана для координации соответствующих мероприятий в госпрограмме вооружения на 2016-2025 годы. По словам представителей Объединенной приборостроительной корпорации, к 2025 году госструктуры получат несколько сотен современных отечественных машин различного класса и назначения. Большая часть из них – это беспилотники ближнего действия и малой дальности. Наиболее востребованная в тактическом звене вооруженных сил. Программа предусматривает создание специальных средств поражения для применения с борта беспилотника. Целевая программа развития беспилотной авиации предусматривает в том числе создание специального вооружения для таких машин. Документ делает акцент на создание отечественных технологий, материалов и комплектующих. Отдельно выделены групповые технологические процессы, общие для всех типов беспилотников. В частности, в рамках программы планируется создавать новые высокопрочные композиционные материалы для планеров. Они должны отличаться высокими аэродинамическими характеристиками, малым удельным весом и малой заметностью во всем диапазоне длин электромагнитных волн. Межведомственная целевая программа призвана скоординировать мероприятия госпрограммы вооружения в части беспилотной техники. Разработчики заявляют, что это первый документ, который комплексно и системно планирует развитие соответствующей отрасли. Сейчас он находится на согласовании в Минпромторге. В Ненинском автономном округе генеральный директор зарубежнефти Сергей Кудряшов осуществил запуск Северашко-Тынского нефтяного месторождения в круглогодичную эксплуатацию. Это четвертое месторождение Центрального-Хариверского поднятия с извлекаемыми запасами более 5,5 миллионов тонн нефти, которое позволит компании увеличить добычу более чем на 109 тысяч тонн до конца 2015 года. Особенно радует, что в текущих экономических условиях наши недропользователи продолжают увеличивать объемы добычи и активно участвуют не только в промышленном, но и в социально-экономическом развитии округа, отметил на встрече с руководителем зарубежнефти глава региона Игорь Кошин. Напомню, разработкой и освоением углеводородов на четырех блоках Центрального-Хариверского поднятия в округе занимается РУСВИЕТПЕТРА, совместное предприятие зарубежнефти и вьетнамской компании ПЕТРОВьетнам. Концерн «Тракторные заводы» создал универсальную плавающую гусеничную машину, предназначенную для перевозки военнослужащих в Арктике. Универсальная машина предназначена для перевозки личного состава в условиях арктического климата, труднопроходимых районах для обеспечения транспортных потребностей в условиях бездорожья, включая снежную цельную и болотом. Комплекс технических и эргономических решений, примененных в вездеходе, позволяет долго эксплуатировать машину в автономном режиме. Кабина выполнена отдельным модулем с тепло-шумоизоляцией и установлена на резиновых амортизаторах, а также оборудована системой отопления и вентиляции. Кроме того, на машине можно установить противопульную защиту кабины и модуля для перевозки личного состава, а также смонтировать вынесенную пулеметную установку с дистанционным управлением. Администрация Неницкого автономного округа одобрила проект закона о программе социально-экономического развития округа как субъекта Арктической зоны Российской Федерации на 2015-2020 годы. Одна из причин создания программы – отсутствие в регионе синхронизированных документов стратегического и бюджетного планирования. По доходным возможностям бюджета Неницкий округ находится в первой пятерке субъектов России по эффективности работы органов исполнительной власти на 20-30 месте в стране, а по рейтингам социально-экономического положения регионов на 40-60 позициях. Кроме того, государственные программы региона как основной элемент экономической политики не нацелены на выполнение майских указов президента. Нет ни одной государственной программы, где выполнение майских указов – цель или задача. По итогам прошлого года из 38 показателей, установленных майскими указами, достигнуты 30. В первом квартале нынешнего года – 14 из 19. Разработанная программа представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития округа и планируемых эффективных путей и средств их достижения. Программа будет являться руководящим документом при разработке, утверждении, исполнении и корректировке государственных программ, дорожных карт, планов работы и иных документов. Программа содержит перечень из 14 региональных нормативов, качества и доступности, услуг в образовании, здравоохранении, культуры, социальной защиты, нормативы по сохранению этнокультурного своеобразия и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Балтийский завод судостроения планирует приступить к швартовным испытаниям плавучего энергоблока атомной электростанции «Академик Ломоносов» не позже августа 2015 года. В данный момент строительство «Академика Ломоносова» идет в соответствии с графиком, и энергоблок, как и планировалось, будет осенью 2016 года передан заказчику концерну «Росэнергоатом». «Академик Ломоносов» – главной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, предназначенных для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, а также комплексов по добыче и переработке нефти газа на шельфе морей. Энергоблок создается на основе энергетической установки атомных ледоколов, проверенной в течение их длительной эксплуатации в Арктике. Несколько неожиданным для аналитиков образом Россия в условиях санкции падение цен на углеводороды не снижает, а, напротив, увеличивает добычу нефти. По итогам мая в России добыто 10 миллионов баррелей в сутки. Это больше, чем в Саудовской Аравии и США. А всего с начала года добыча на российских месторождениях выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост добычи нефти в России, который происходит вопреки прогнозам, объясняется успешной адаптацией отрасли к девальвации, которая стала следствием падения цен на энергоносители. В результате снизились капитальные затраты на разведку и добычу, вырос уровень бурения на старых месторождениях. Отмечается, что в ближайшие годы должно быть введено несколько крупных месторождений, например, имени Филановского, месторождения Ванкорского кластера, поэтому масштабного снижения добычи, скорее всего, не произойдет. Однако остается проблема исчерпания месторождений Западной Сибири, которую правительство намерено решить за счет расширения добычи в Восточной Сибири и вводом в эксплуатацию месторождений труднодоступной нефти, что в свою очередь требует благоприятной ценовой конъюнктуры и изменения налогообложения. В качестве одного из инструментов повышения нефтедобычи рассматривается либерализация доступа к шельфовым месторождениям. По данным РБК, вопрос о том, чтобы допустить частные компании к месторождениям на арктическом шельфе, решено положительно, и об этом будет объявлено на правительственном совещании 11 июня, на котором в том числе будут обсуждаться критерии доступа. Ученые проведут комплексные исследования воронки на полуострове Ямал в июле-сентябре 2015 года. Несколько групп ученых запланировали серию экспедиций к гигантской ямальской воронке. Комплексные исследования пройдут в июле, августе и сентябре. Сейчас ученые готовят необходимое оборудование. Они будут исследовать как кратер воронки, так и почву вокруг него. Большая часть образцов, взятых в ноябре прошлого года, с одной воронки уже обработана. Большинство исследований было проведено в российских научно-исследовательских институтах, однако эта информация пока обезличена. На ней еще нужно работать. Пока версия о том, что воронка природного происхождения остается приоритетной. Напомню, гигантская воронка на Ямале была обнаружена в прошлом году. Ее диаметр по внутреннему краю составляет около 40 метров, по внешнему 60, глубина не менее 200 метров. По словам председателя Президиума Тименского научного сообщества РАН, академика Владимира Мельникова, ямальская воронка образовалась в 2013 году в результате потепления климатом. На Ямале начали оттаивать мерзлые породы, местами они стали менее плотными, и через них нашел выход сланцевый газ, который встречается по всему шельфу Субарктики. Предположительно, это и стало причиной образования воронки. В туристическом культурном центре Неницкого автономного округа впервые прошел День Неницкой лайки. Праздник в честь этой замечательной породы собрал хозяев собак со своими питомцами, а также жителей Наринмара. Идею почтить Неницкую лайку особым днем календаря предложил известный эксперт-кинолог Борис Широкий. Туристический культурный центр поддержал предложения и организовал праздник для всех горожан и гостей Наринмара. В программе мероприятия были, среди прочего, конкурс собак Неницкая лайка 2015, игры для детей, открытие туристического аттракциона, веревочный парк и выступление этнографического коллектива. Неницкую лайку нужно беречь, говорит директор центра Мадвей Чупров. Это уникальная порода, которая сохранила все самые лучшие качества собак с незапамятных времен, когда только их приручил человек. Это самые добрые собаки на свете, а мы считаем, что Неницкая лайка должна стать туристическим брендом нашего региона, таким же, как олень. Лайка – это богатство Неницкой земли, а ведь никто не знает, сколько у нас таких собак, никто никогда их не считал. В День Неницкой лайки стартовала кампания по переписи собак этой породы. На мероприятии было решено создать клуб Неницкой лайки, который будет располагаться в Неницком округе. Клуб будет заниматься изучением породы, следить за изменением внешности животных, за переменами в их физиологии, психике, поведении и способствовать сохранению и приумножению Неницкой лайки.